Одесская национальная академия пищевых технологий Многоборец. В каждом коллективе более десятки участников. То есть в среднем час-полтора полной свободы творчества на брата. Плыви хоть кролем, хоть батерфляем и даже по-собачьи. Побеждают исключительно выносливые. Спортсмены плывут разное количество часов и разное количество метраж у них получится. Но приблизительно наши спортсмены плывут в эстафетном режиме каждый по одному часу. Некоторые плывут два часа, некоторые три часа. Самому старшему пловцу Анатолию Наклевкину скоро стукнет восьмой десяток. С выходом на пенсию бывший моряк полностью посвятил себя спорту. И в суточной эстафете он был полон решительности дать бой молодежи. Очень жалко, что мало молодежи участвует в этих соревнованиях. Не только в этих соревнованиях, а вообще. Молодежь пристрастилась к компьютеру. Так что занятия даже по физкультуре отменили какие-то нормативы. Это, наверное, единственная страна, в которой такое осуществилось. Вот так, меняя друг друга, спортсмены и отплавали положенные 24 часа. Студентка пищевой академии Вероника Кузьменко показала лучший результат среди женщин. Без малого в 8 километров. В активе триатлониста Алексея Скворцова еще более впечатляющий результат – 8400 метров. Командные итоги организаторы решили не подбивать, поскольку в коллективах разное количество человек и о равноценности выступлений говорить не приходится. Будем считать, что победила дружба. Субтитры создавал DimaTorzok